Привет, друзья! С вами Мистер Бритва, и сегодня на моём канале, в моём исполнении, будет предпраздничное бритьё. Для этого обзора я отбирал интересные и уникальные вещи, очень хотел вас порадовать новинками, необычными аксессуарами, поэтому встречайте всех участников этой забривки. Начнём с помазка, им будет Simpson, модель Chuby 2 Synthetic Badger. Это помазок из синтетики, выполнен полностью вручную, то есть узел здесь идёт вязаный, а не клееный, ручка идёт полностью ручного изготовления, то есть полностью ручной труд, ни грамма, ни капли машинного производства здесь нет. По поводу этой компании более подробно сегодня поговорим, потому что есть повод об этом поговорить именно в наступившем 2019 году. По этому помазку у меня на канале есть отдельно целый видеообзор, почти полчаса посвятил я этому красавцу, поэтому кому будет интересно, по ссылке в описании вы найдёте мой обзор и сможете ознакомиться со всеми нюансами и тонкостями при выборе данного помазка. Я очень подробно и доступно постарался изложить все свои мысли на этот счёт, поэтому проходите по ссылке в описании и смотрите на мой труд. Безопасным станком на контрасте сегодня будет вот такой вот безымянный пластиковый станок, который был куплен в магазине Галамарт, продаётся он на кассе данного магазина, цена его 49 рублей. Вот такой вот пластиковый станок и помазок ручной работы, ручного труда из сегмента премиум класса. Ну, достаточно необычный выбор, но тем не менее имеем то, что имеем. Настроение было именно таким, поэтому не знаю, что меня побудило скомпоновать вот такие вот несопоставимые, казалось бы, вещи. Так вот, станок, пластиковый Т-образный станок, цена его 49 рублей, трёхсоставная конструкция, правда трёхсоставная конструкция немного необычная, ввиду наличия вот такого вот необычного и непонятного выступа. Скорее всего это сделано для прочности конструкции, то есть дополнительный такой рычаг, который позволит этой конструкции служить намного дольше, чем обычной трёхсоставной конструкции. В общем, не знаю, чему и чем руководствовались инженеры данного станка, если они всё-таки были привлечены к его изобретению, но тем не менее станок есть. Станок у компании получился достаточно неплохим и мне очень нравится, как этот станок работает. Вес станка без лезвия в районе 16 грамм, обычная такая невысокая ручка, выполнена из пластика тёмно-синего цвета. Ручка внутри полая, поэтому практически невесомая. Здесь резьба также пластиковая, нет никаких металлических вставок, как раньше было на советских станках. В общем, здесь всё полностью выполнено из синтетического материала. Вот такая вот нижняя плита с отверстиями под отвод щетины и пены, которые отработали своё. Два таких вот направляющих штыря для укрепления лезвия и для его фиксации. Ну и, соответственно, верхняя плита имеет вот такие же два углубления под эти вот два штырька. Ну и сбоку есть специальные защитные ушки, которые позволяют нам не порезать свою кожу торчащими вот этими вот боковыми штуками от безопасного лезвия. Что касается лезвия. Долго выбирал, что же взять на бритьё на сегодняшний обзор. И выбор мой пал ещё на одно лезвие, которое когда-то давным-давно, ещё в мае прошлого года, из Казахстана высылал Арнур. Лезвие одно, упаковано оно вот в такую вот парафиновую бумагу с надписью, которую, скорее всего, Арнур сделал самостоятельно, надпись Нью. Что она означает, я точно затрудняюсь сказать, потому что, ну, в данном случае Нью может расшифровываться с нескольких сторон. Во-первых, можно списать на то, что лезвие новое, то есть, никем никогда не использовано. Ну, с точки зрения гигиены, я уже не думаю, что человек отсылал бы мне лезвие, которым брился. Далее. Номер два. Вариант вот этой вот надписи номер два. Что там, какие-то новые лезвия, новые разработки, которые, в принципе, лично я о них не слышал, но, может быть, таковые имеются. Поэтому, если Арнур в данный момент смотрит мой видеообзор, прошу пару слов, пару, так скажем, предложений по поводу разъяснения вот этой вот надписи. Если тебя не затруднит, пожалуйста, укажи. Обычная белая парафиновая бумага, без каких-либо следов клея, ни снаружи, ни снутри ничего такого нет. Просто обычная парафиновая бумага. Лезвие Мюлле располагается внутри, снизу идет надпись «Разур культуры», и больше ничего здесь нет. С обратной стороны все примерно точно так же. Да, никаких надписей больше нет, никаких цифр, никаких обозначений, ни марка стали, ни страна изготовления. В общем, ничего такого здесь нет. Все достаточно просто, все достаточно лаконично. Посмотрим, как будут работать лезвия Мюлле с пластиковым станком за 49 рублей. Будем тестировать, будем испытывать, будем смотреть. Обращаю ваше внимание на то, как выполняют свою функцию защитные вот эти вот ушки. То есть, в принципе, торцом лезвия порезаться будет нереально. Станок я соберу позже, когда буду переставлять камеру. Ну а сейчас мыло для бритья. Мылом для бритья будет сегодня пробник, который выслал мне Артур из Польши. Мыло польское, называется оно Артура Барберия. И аромат этого мыла кофе. Все прекрасно видели мою недавнюю распаковку. Кто распаковку еще не видел, я оставлю ссылку на эту распаковку в описании, где более подробно рассказывал, откуда это мыло у меня появилось. И более подробно рассказывал по поводу моего знакомства с этой компанией. Компания Артура Барберия принадлежит частному маловару. То есть, это артизан из Польши, который занимается изготовлением мыла для бритья. И его мыло, в принципе, я еще не пользовал. По этому мылу нет ни одного русскоязычного обзора. И я претендую на то, чтобы стать первым русскоязычным блогером, который это мыло обозреет. Это пробник, запаян он вот в такую вот целлофановую штуку. Вот такой вот зиплок. И здесь простым карандашом подписан аромат данного мыла. Ну и больше ничего здесь, в принципе, не указано. Данный пробник был также снабжен вот такой вот наклейкой. И эта наклейка полностью соответствует той наклейке, которая будет на полной банке мыла. Если вы, так скажем, будете приобретать мыло, это будет пластиковая банка, на которой будет вот такая наклейка. Наклейка полностью повторяет наименование компании, то есть Артура Барберии. Есть соответствующий логотип данного артизана. Указано, что это натуральное мыло для бритья, аромат кофе, сегмент премиум, то есть продукт высокого класса, высокого качества. И здесь снизу идёт надпись о том, что сделано мыло вручную. Мыло сделано в Польше. Полностью ручного изготовления, полностью ручного труда из натуральных компонентов. Сейчас я это мыло переложу в чашу, потому что, ну, как вы видите, нет других вариантов взбивания и получения пены. Поэтому сейчас всё переложу и к вам вернусь. Вот, ребят, что представляет из себя мыло после того, как я его переложил в чашу. Мыло мягкое. Очень мягкое, я бы даже так сказал. Что-то нечто подобное между мылом и кремом. Взял я немного, ну, не больше 2 грамм. Артур заявил, что каждый его пробник весит в районе 10 грамм. Поэтому, ну, в принципе, в теории такого пробника должно хватить примерно на 5, ну, может быть, 6 процедур бритья. Ну и завершающим в обзоре, так скажем, средством будет сегодня вот такой вот лосьон после бритья компании SobSmooth. Компания SobSmooth – это американская компания, также артизанская. Принадлежит данная компания нашему бывшему соотечественнику Всеволоду, который эмигрировал сначала во Францию, но из Франции уехал жить в Калифорнию. Там основал данный бренд, ну и по сей день занимается изготовлением бритвенных аксессуаров, но и также попутной другой различной косметической промышленности в виде твердых шампуней, различных банных мыл и прочего, прочего, прочего. То есть ассортимент данного артизана достаточно большой, широкий и обширный. Лосьон из серии Lada, это Auto Shave Splash, указывается состав данного лосьона, кому интересно, 100 мл, сделано в Калифорнии, официальный сайт данного артизана. Флакон стеклянный, с обратной стороны, обращаю ваше внимание, если будет видно, что лосьон разделен на две фракции, то есть это спирт и масла. И для того, чтобы их смешать, указано, что необходимо все это дело хорошенько растрясти и получим лосьон, который необходимо будет нанести на кожу лица после бритья. Стеклянный флакон, такой плоский, чем-то напоминает фляжку под коньяк, пластиковая крышка, есть контроль, вот такой вот, который позволяет увидеть, первое это вскрытие или нет. Ну и есть вот такой вот дозатор. Дозатор в духе компании Phoenix, то есть, ну достаточно, так скажем, приевшийся дозатор и большинство американских компаний используют подобные дозаторы и в принципе тара также не новая. Очень интересное сочетание данного лосьона с этим мылом, я перед обзором специально подбирал то, что будет хорошо сочетаться и очень интересно мне показалось сочетание данных ароматов. В процессе бритья обо всем этом расскажу. Сейчас займусь приготовлением пены, покажу вам конечный результат, спустя там пару минут работы помазком, ну и затем будем бриться. Ну вот, ребят, две минуты работы помазком и в принципе пены здесь на двоих человек как минимум хватит. Обращаю ваше внимание, что в помазке в принципе пены более чем достаточно для того, чтобы я сделал свои два стандартных прохода. Плюсом в чаше пены еще столько, что можно смело звать соседа на вечернее бритье. Обращаю ваше внимание на консистенцию пены, пузырей практически здесь нет никаких. Настоящая сметана такого кремового цвета, обалденный аромат у этого мыла. Не зря это мыло мне понравилось еще при распаковке данных продуктов, поэтому думаю, что с выбором я сегодня точно не ошибся. Смотрите, ребят, ну пена не вызывает никаких вопросов, внешнее состояние пены здесь просто бомбическое. Если работает пена так же как выглядит, то думаю, что нужно закупаться мылом в Польше, потому что ну все на данный момент мне более чем нравится. Ну все, ребят, давайте бриться, все сделали, со всем познакомились, пену приготовили. Осталось только сбрить щетину и побеседовать в процессе. Привет, друзья, еще раз. До того, как я переставлял камеру, я вам говорил о том, что если мыло будет работать так же как выглядит, то им нужно будет закупаться. Я надеюсь, что вы меня правильно понимаете, там как бы ни в коем случае не реклама, а то сейчас как-то слово не так поставишь. Видишь, как-то где-то формулировка будет такая, как будто бы это какой-то призыв к действию и начинается. Вот нам блогер рекламирует, вот блогер за это топит, вот блогер это продвигает. Нет, ни в коем случае, ребят, все образцы, которые я получил от Артура, это исключительно, так скажем, спортивный интерес. Мне было интересно самостоятельно познакомиться с продукцией этого маловара, ну и познакомить вас с его творением и его творчеством. Вот что есть для бритья. Сегодня перед обзором вам все это дело показываю и начинаю распределять пену. Начинаем готовиться к бритью. Говорил я вам уже о том, что в этом году у компании Simpsons есть нам о чем поговорить, потому что этот год для компании Simpsons такой знаменательный. Действительно это так, в этом году компании Simpsons исполнилось ровно 100 лет с момента основания, то есть компания делает помазки уже целых 100 лет, делает это исключительно вручную, то есть используя при этом только человеческий ресурс и ни капли машинного труда. Насколько я знаю, у компании Simpsons на изготовление одного помазка для бритья уходит в районе недели, то есть пока все это дело они изготавливают, пока взвешивают ворс, пока занимаются проклейкой пучка, пока ждут, чтобы этот пучок высох и клей сделал свою работу. В общем там целая история и помазки действительно, так скажем, не из дешевых, ввиду опять-таки того, что люди работали, люди вкладывали душу, все это делается вручную, ну и вы два одинаковых помазка в этой компании не найдете. Ввиду того, что каждый помазок собран разными людьми, собран по своим каким-то методам, но при этом не отклоняясь от стандартов компании, поэтому с большой долей вероятности, что покупая Simpsons, вы покупаете помазок уникальный и неповторимый. Потому что везде будет немного отличаться рисунок ворса, везде будут определенные какие-то нюансы. В общем, это все человеческий фактор и здесь я прекрасно понимаю компанию Simpsons по части ценообразования. Хотелось бы, конечно, чтобы помазки были бюджетнее, но раз уж не получается бюджетнее, то приходится копить. Приходится копить и баловать себя редко, но метко. Обратите внимание на пену, пена достаточно хорошая, густая, жирная, но все видели прекрасно в чаше, поэтому в данный момент к визуальному восприятию пены нет никаких у меня вопросов. Все выглядит хорошо, все выглядит достойно. Надеюсь, что так же все дело будет работать. Из всех пробников, которые были у Артура, мне больше всего по аромату понравился именно кофе. И могу вам сказать, что я не ошибся, выбрав именно этот аромат для знакомства вас и себя самого с продукцией из Польши. Первый раз в жизни использую эту продукцию. Смотрите, в принципе, все, что осталось на лице после пенораспределения. Пена густая, жирная, сливочная. Все красиво, пахнет это все умопомрачительно. Давайте бриться и испытывать рабочие свойства продукта в деле. Я говорил уже в распаковке о том, что узнал с одного из форумов о существовании мыловара из Польши. И раньше в мыле с кофе были кофейные зерна. То есть прям действительно открывается банка с мылом, а там зерна настоящего кофе. Зерна обжаренные, не молотые. Со временем, то есть я общался с Артуром, Артур сказал, что эти зерна у него больше в банку с мылом не кладутся. Так как очень большое количество пользователей этого мыла жаловались на то, что возникают проблемы при пользовании с этим мылом. То есть зерна кофе со временем начинают забивать раковину и очень проблематично все это разбирать и чистить. Поэтому с недавних пор Артур перестал класть в свое мыло натуральные зерна кофе. Но при этом, со слов Артура, качество его продукции не поменялось. И качество по-прежнему остается на достаточно высоком уровне. В данный момент мы это проверяем и пока я склонен верить Артуру, потому что в настоящий момент сложности с его продуктом я не испытываю никаких. Прекрасный кофейный аромат. Аромат кофе и такого темного шоколада. Есть немного ванили, то есть достаточно хороший, приятный аромат. Немного выбивается из той гаммы ароматов, к которой мы привыкли. То есть сейчас это либо ароматы современной какой-то химической промышленности, либо я заметил такую тенденцию, что в последнее время мыловары и крупные компании как с цепи сорвались и начали делать все под копирку. Это либо мыло с ментолом, практически у всех производителей есть, или мыло с каким-то таким цитрусовым, апельсиновым, лимонным. Вот все в этом роде, то есть все под копирку. Поэтому мыло, которое выделяется из общей гаммы ароматов, ну лично мне нравится. Мыло Артура относится именно к таким мылом, потому что аромат кофе не так часто встречается в бритвенной теме. И это такая, знаете, нота свежего воздуха, какая-то экзотика, что-то необычное. И это пока что лично мне очень и очень нравится. Промываю станок, умываюсь и к вам возвращаюсь. Резко наклонился, чтобы умыть лицо от остатков пены и такой хороший кофейный аромат, как напахнул. Ребят, честно я пока готовил ванную комнату к записи этого видео, хотел это мыло просто втихаря без вас взять и съесть. Пахнет действительно обалденно. Что в сухом состоянии, что в пене для бритья мыло пахнет просто шикарно. И за этот аромат Артуру отдельное спасибо, потому что лично для меня это такая экзотика в плане аромата, который хочется пользоваться и которая должна быть в коллекции для того, чтобы передохнуть от ментолов, от цитрусов. Что там еще есть в современной тенденции мыло варенья? Ну вот лаванда, вот от лаванды я допустим кайфую, лаванду не могу списать я на банальный аромат, потому что лаванда у всех производителей разная, лаванду у всех производителей достаточно большое количество и лаванда является таким ароматом, который лично мне никогда не надоест и который я хочу использовать все больше, больше, больше и больше. Аромата сандала также мне очень нравятся, но вот что касается кофе, то это пока что первый артизан, у которого я нашел такой аромат и аромат этот мне пришелся по душе. Надо будет посмотреть, пошерстить в интернете, что есть еще. По кофейной тематике может быть Артур не единственный маловар, у которого это есть и надо будет этот вопрос хорошенько изучить. Ну, ребят, настоящая просто здесь пенная вечеринка, не хочется этот процесс прерывать, не хочется, но нужно. Если бы не драгоценное время, ваше и мое, можно было бы хоть до утра играться с этим помазком и распределять пену, гонять ее туда-сюда. Что по бритью пластиковым станком в сочетании с немецким лезвием Мюлле? Бритье на достаточно неплохом уровне происходит по степени чистоты и выбритости, но комфорт немного отсутствует. Лезвия достаточно дубовые, жесткие и агрессивные, поэтому в сочетании именно с этим станком, к сожалению, комфорта немного. То есть ощущается лезвие и на коже, и ощущается, что лезвия не скользят по коже, а немного кожу все-таки так подкусывают. Хотя лезвия Мюлле по своей цене намекают нам на то, что эта продукция по рабочим ходовым характеристикам должна быть достаточно высокого класса, потому что цена сопоставима с Физером. А Физер в данный момент является эталоном среди безопасных двусторонних лезвий по части остроты. Я хоть и не являюсь поклонником Физера, но уверен, что с Физером мое бритье было бы намного комфортнее, нежели с немецкими лезвиями Мюлле. На эти лезвия у меня есть обзор в моей группе. Кстати, кто не знает о существовании моей группы по влажному классическому бритью ВКонтакте, ссылка будет в описании. Можно будет зайти в мою группу, подписаться и почитать те обзоры, которые есть на бумажном, так скажем, носителе. Посмотреть, какие новшества и нововведения я сейчас делаю в группе. Есть интересные проекты и интересные темы, которые я бы хотел реализовать и с которыми мне хотелось бы поделиться именно с вами. На втором проходе рабочие характеристики пены не поменялись. Ровно как и манера и характер бритья этого станка в связке с этими лезвиями. Очень мне понравились в этом станке пакистанские лезвия Трит Платинум. Я бы даже сказал, что очень-очень понравились. Там было прям эталонное такое бритье. А вот с немецкими лезвиями пока такого бритья и такого уровня комфорта я пока не получаю. Ну вот, ребят, подошли к концу моих два стандартных прохода. Выбрился я практически идеально. Несмотря на то, что комфорта при бритье было не так много, как хотелось бы. Сейчас умоюсь и буду завершать обзор. Ну вот, ребят, выбрился я в свои стандартные два прохода. Бритье мне очень понравилось. Этому способствовали не только станок и лезвия, но также и косметика, которая сегодня присутствовала. Лицо перед бритьем я хорошенько умыл с мылом, размягчил щетину и убрал остатки грязи и жира с поверхности кожи. Ну и далее наносил пену, брился и пена мне по своим рабочим характеристикам понравилась. Так вот, что касается лосьона, вы его прекрасно видели. Открываю его, зажимаю дозатор вот таким вот образом и начинаю его встряхивать. Встряхиваем, встряхиваем, встряхиваем. И вот такую вот жидкость однородную, однообразную мы получаем. Выливаем все это в ладонь. Дозатор работает хорошо и лишнего вылить даст только если очень-очень сильно будете стараться. В составе лосьона присутствует спирт. Спирт сразу дает о себе знать, таким легким пощипыванием и покалыванием кожи. Далее этот спирт переходит в такое легкое успокоение и согревающий эффект на коже лица. Такая жирная маслянистая пленка присутствует на ладонях от использования продукта. Видно, что вот эти вот масла, которые есть в составе, они работают. И они очень хорошо увлажняют кожу. Лосьоном я уже пользовался неоднократно и по нему составить уже представление успею. Лосьону я поставлю, ребят, крепкую пятерку. Мне он очень сильно понравился. Это спиртосодержащий лосьон с очень хорошими высокими уходовыми характеристиками, очень хорошим увлажнением. В принципе, лосьон очень хорошо убирает все последствия бритья. Даже если бритье было не самым удачным, кожу лица очень хорошо восстанавливает и реабилитирует после, так скажем, процесса удаления щетины. Аромат лосьона очень сложный, не могу его описать. Здесь есть и кондитерская нота, есть немного парфюма, немного трав, немного цветов. То есть аромат просто бомбический и с кофейным мылом сочетается просто отлично. Форма выпуска лосьона мне очень сильно понравилась. Аромат, рабочие характеристики и свойства также очень сильно понравились. По всем основным показателям могу поставить этому продукту самые высокие баллы. За исключением того момента, что все это время встряхивать, ну не знаю, как-то может быть это не совсем привычно. Ввиду того, что в основном продукты встряхивать не нужно. Которые там, та же Невея пошел в супермаркете, купил, ничего там трясти не нужно. Здесь же, чтобы получить рабочую жидкость, жидкость в виде лосьона после бритья, вам придется немного его встряхнуть. Если никого это не напрягает, в принципе, почему бы и нет. Так продукт по основным рабочим характеристикам заслуживает внимания и имеет право на жизнь. Поэтому лосьону крепкая пятерка. Мыло для бритья из Польши, точнее его пробник Артура Барберия кофе. Вот что у меня осталось по мазке. Тут можно было бы спокойно еще один раз побриться. Как минимум одному человеку на полную процедуру бритья хватило бы. Вот такое вот мыло для бритья. По всем основным параметрам мне продукт также понравился. Отличное быстрое пенообразование. Хорошая пена. Вы видели эту пену в чаше перед тем, как я переставлял камеру. Отличная стойкость пены, отличный внешний вид пены, отличное скольжение, аромат кофе просто бесподобный. Отличное состояние кожи после бритья, отличное постскольжение. Я не знаю точную цену этого мыла, но если цена еще хорошая, то здесь точно лично я себе баночку думаю, что как минимум одну нужно брать в коллекцию. Это мои, так скажем, первоначальные впечатления. Есть еще целых 4 пробника для того, чтобы более подробно ознакомиться с продукцией этого мыловара. Но конкретно по этому пробнику это 5. Артур, если смотришь это видео, огромное тебе спасибо. У тебя получилось отличное мыло, отличный продукт. По всем показателям я остался доволен этим продуктом на все 100%. Что касается станка и лезвия мюлли. Этому станку и лезвию мюлли я поставлю 4 балла. В принципе было хорошее, довольно эффективное бритье, но мне не очень понравился комфорт. Да, бритва хорошо скользила, да, бритва хорошо побрила, но при этом ощущение от того, что кожу лица немного сошкребло, да, ну, есть такое. И во время ощущения от спирта, который был в лосьоне, ну, чувствовалось небольшое такое жжение. Жжение сильнее обычного. То есть это говорит нам о том, что кожу лица я свою травмировал чуть сильнее обычно. В основном, в принципе, связка неплохая, но думаю, что здесь либо этому станку требуются другие лезвия, либо это лезвие заслуживает другого станка, дабы раскрыть максимально свой потенциал. Этот вопрос я еще буду улаживать. Я буду еще, так скажем, заниматься изучением этого вопроса, потому что интересно, что из этого выйдет. Ну и помазку, ребят, от компании Simpsons по всем основным параметрам и показателям я поставлю 5. Это лучшая синтетика, которая была в моей жизни. Это одна из лучших синтетик на современном рынке влажного классического бритья. И, в принципе, минусов и замечаний лично с моей стороны здесь быть не может. Отличный помазок, крепкая, уверенная пятерка. Ну, из минусов только, наверное, цена, а так, в принципе, все остальное можно отнести к плюсам. Вот такое сегодня, ребят, было предпраздничное бритье. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.